Победоносный голос верующего. И снова поприветствовали Крефла Доллара. Слава Богу. Это было здорово на прошлой неделе, верно? Да, мы посадили батареи. Да, скажу вам. Если вы пропустили наши передачи на прошлой неделе, зайдите на наш сайт kcm.org.ua и посмотрите их в одном месте, в конце передачи. Мой микрофон просто... просто разрядился. И вы по-прежнему могли слышать меня в микрофон Крефла. Я не знаю, что они смогли с этим сделать. В любом случае, то, что произошло... А такое происходило со мной и раньше. Это случалось с моими часами, работающими от батареек. Это случалось с механическими часами. Они переставали идти и больше не работали. И одни мои часы сели. И батарея села в одно и то же время, когда я молился за людей на собрании в Огайо. Я спросил Господа об этом. Я сказал, «Бог, мои часы, что это такое?» Он сказал, «Помазание для исцеления и освобождения является настолько сильным, и иногда механическое устройство просто...» Он сказал, «Это похоже и духовно сродни тому, как в физических вещах проявляется магнетизм и электричество. Это иногда даже ощутимо». И он сказал, «Это производит такое». Я спросил, «Что можно с этим сделать?» Он сказал, «Вот почему большая часть небес состоит из золота, а не из других металлов. Из золота, драгоценных камней и так далее». Он сказал, «Это не потому, что оно красивое, просто там чрезвычайно много силы». Я сказал, «Бог, ты говоришь мне, что мне нужны золотые часы, верно?» И спустя короткий промежуток времени кто-то подошел ко мне и подарил мне золотые часы. Я сказал, «Это мои часы для помазания, верно?» И я носил их много лет, пока не посеял их в жизнь кого-то еще. И то, что произошло на передаче, я думаю, это была передача в четверг, в четверг или в пятницу на прошлой неделе. Вы можете вернуться к ней и посмотреть. Это меня ничуть не удивило. Чудо, что все остальное осталось на столе, потому, что это было так сильно. Слава Богу! Мы говорим о том, чтобы перейти от того места, где вы прокляты, точно так же, как и весь мир, перейти от этого, приняв Иисуса как вашего Господа и Спасителя, к тому, что благословение Авраама теперь принадлежит вам. Вы начинаете жить верой. И есть путь, дорога, весь этот путь, на котором вы начинаете жить вашим заветом с Иисусом Христом из Назарета на этой земле. И перейти оттуда сюда. Нам с тобой потребовались десятилетия, чтобы научиться, как это делать. Нам пришлось учиться у наших духовных отцов, Орла Робертса, Кеннета Хейгена и им подобных людей, Смита Вигельсворта. Мы читали их материалы, изучали их, и мы знали подобных людей лично. Мы просто наблюдали за их жизнью. И затем вы берете эту информацию, вы применяете это к Слову Божьему, и затем берете то, что Бог открывает вам, и строите на основании Божьего Слова в этих сферах. И время для нас рассказать вам то, чему мы научились. Мы с Глорией делали это почти 42 года, жили в этом. Крефла и Тефи. Как долго вы жили верой? Вы просто ходили и жили верой. Почти 30 лет. 30 лет. И мы смотрели, как развивается их жизнь веры. Мы смогли сеять в жизни Крефла. Не было никакого смысла в том, чтобы он делал те же самые ошибки. Те первые 10 лет мы сеяли в их жизнь, и они поднялись, и они побежали вместе с нами. Это то, что мы делаем для вас. И Бог повел Крефла, чтобы разобрать это, разбить это на 8 шагов, так, чтобы вы действительно могли судить о вашем прогрессе. Вы знаете, куда вы идете. У вас есть место здесь. Дорога, по которой вы можете бежать вперед. И это приведет вас к результатам. Поэтому вы можете начать с того места, где мы находимся, и просто бежать вместе с нами. И затем мы растем дальше вместе. Как ты говорил, как раз перед тем, как начать сегодняшнюю передачу, давай рассмотрим эти 8 шагов. Хорошо. Чтобы это было записано на этих передачах. Чтобы люди могли записать это. они могут зайти на наши сайты, на наш и на ваш, найти эту информацию. Но они будут знать, куда они идут. Они смогут сами изучать это. Я имею в виду, вы можете открыть Библию, и вы можете, Бог будет открывать вам это. Наш пункт назначения — благословение Завета. Скажи это еще раз. Вот мы на пути к чему. Пункт назначения — благословение Завета. Знаете, кто вы, где вы, и что принадлежит вам? И способ, чтобы получить это, прежде всего, все начинается со слов. И для нас Слово Божье должно быть окончательным авторитетом. Слово Божье должно быть местом, с которого все начинается. В начале было Слово. Так что мы видим, что Бог начал со Слова. И поэтому все, что мы пытаемся начать, должно начинаться со Слова. Так что это шаг номер один. Слово Божье. Ничто не происходит просто так. Вы увидите, как это развивается. Одно будет производить следующее. Слова произведут ваш образ мышления, а ваше мышление произведет ваши чувства. Ваши чувства произведут решение, которое вы принимаете. Решения, которые вы принимаете, произведут действия, которые вы делаете. И действия, которые вы делаете, произведут привычки, которые вы созидаете. Эти привычки, которые вы созидаете, произведут ваш характер. И ваш характер приведет вас к месту вашего назначения. Я только что услышал, как Господь сказал что-то, Крефла Привычки, которые развиваются в вашей жизни Создадут то, как вы действуете, говорите и думаете все время То, что вы делаете и говорите все время Формирует вашу личность Все, что мы видим в вас на публике Все, что мы видим, что вы делаете Все, что мы слышим, что вы говорите Это отражение тех вещей, которые вы привычно делаете все время Привычки в вашей жизни Мы создаем привычки, а затем эти привычки создают нас Это действительно правда, верно? Да, да И происходит вот что Это развитие дает вам ответ Это дает вам способ, как определять, почему что-то не работает так, как должно работать Это дает вам способ не только определять это, но также возвращаться и исправлять это Например, если вы в пункте назначения проклятия, вместо пункта назначения благословения, тогда на это есть причина Мы говорим о благословении, и Библия ясно говорит, что беспричинное проклятие не может прийти Поэтому что-то привело вас в пункт назначения проклятия Точно так же, как что-то приведет вас в пункт назначения благословения И быть благословенным означает подкрепление, чтобы иметь успех в каждой сфере жизни Однако быть в проклятии, это значит, что вы получили силу терпеть поражение в каждой сфере жизни Вы получаете деньги, но кажется, что вы кладете их в карман с дырками Да Благословение или в проклятии Вы можете определить, если вы находитесь не в той точке назначения, которая вам нравится Вернитесь назад Измените ваш характер, потому что вы никогда не подниметесь выше уровня вашего характера Это правда Если вам не нравится ваш характер, измените ваши привычки Если вам не нравятся ваши привычки, измените ваши поступки Если вам не нравятся ваши поступки, измените решение, которое вы принимаете И если вам не нравится решение, которое вы принимаете, тогда измените ваши эмоции, ваши чувства Если вам не нравятся ваши чувства, тогда измените ваш образ мышления А если вам не нравится образ мышления, вам придется исследовать слова, которые окружают вашу жизнь Которые формируют образ вашего мышления И то, что вы слушаете, что вы говорите, потому что всё началось с этого мешка с семенами. Негативное, хорошее, плохое. Что бы это ни было, это определяет вашу точку наточнение. Это то, что сказал Иисус. Да. Так что если вы собираетесь исправить что-то в жизни, это должно начаться со слова. Что вы начинаете в вашей жизни? Что вы начинаете делать в вашей жизни? Это должно начаться с семени. Что вы собираетесь вырастить? Ты рассказывал историю о семенах каких-то шпалах. Это начало что-то в той области, где люди не привыкли видеть такое. Да, там было место недалеко от нас, в Арканзасе. Там была железнодорожная ветка, которая проходила через маленький городок. И бедные люди в том городе жили в том районе, прямо возле тех железнодорожных путей. А на той частной железнодорожной ветке они заменили шпалы. Большие, старые, деревянные шпалы на новые. Когда я узнал об этом, мы с Глорией узнали, мы купили их, купили эти старые шпалы по 2 доллара за штуку. Наверное, мы переплатили лишний доллар, но мы знали человека, которому они принадлежали. Так что у нас была большая куча шпал. И мы брали по одной, и мы обложили ими наши клумбы вокруг дома. И использовали их в других целях. И осталась еще половина штабеля, которую мы не использовали. И она находилась там, 300 или 400 метров от нашего дома, на краю луга. Следующей весной мы посмотрели, и там что-то выросло вокруг этого штабеля железнодорожных шпал, примерно вот такой высоты. Я не мог вспомнить, что это такое, я не узнал это растение. И я подумал, что же там такое растет возле этих железнодорожных шпал? Не сырники. Сырники есть повсюду, но там что-то росло возле тех старых шпал. Мама Глории приехала к нам в гости, и она сказала, «Вы видели весь тот салат, который растет там возле этих...» Все люди в южной части Соединенных Штатов знают, что это за салат. Это дикая капуста, и она съедобна. И люди выращивают этот салат и едят его. И люди роняли там семена и другие вещи рядом с той железнодорожной дорогой. И именно так семена этого салата попали в те шпалы. И они взошли там и пробились через те шпалы на моем лугу. И следующей весной у нас был урожай этого салата рядом с этими железнодорожными шпалами, потому что семена были там. Семя Божьего Слова, когда Бог призывает тебя или меня, и он говорит, «Я хочу, чтобы ты поехал туда». И ты смотришь на это место, и ты думаешь, «Я не хочу. Для чего ты посылаешь меня в эту неразбериху?» Но это потому, что внутри тебя есть семя благословения, и в тебе есть семя Его Слова. У тебя есть семена Эдемского сада внутри тебя, и Его намерение, чтобы ты поехал туда и просто высыпал эти семена, и превратил ту плохую часть города, этот плохой город, эту плохую нацию, что бы то ни было, превратил ее во что-то, куда имеет доступ Бог. Так что Он может благословить это и изменить жизнь людей и дать им процветание. И когда ты понимаешь это и осознаешь это, тогда ты знаешь, «Он даст мне процветание, пока я там». Мое процветание не основано на их проклятии. Их процветание основано на Моем благословении. И когда ты понимаешь это, ты не против поехать туда, потому что ты будешь благословлен точно так же, как в любом другом месте. Несколько раз в книге Бытия в Библии сказано, «Бог благословил», и Он сказал, или «сказав, Бог благословил». Другими словами, «Вот слово», и вы можете взять это слово и высвободить это слово в жизни людей. Это первое слово, переведенное «благословил», и «благословил их Бог», и «сказал им Бог», «плодитесь и размножайтесь», и так далее в книге Бытия, когда Он благословил Адама. Это слово на иврите означает «провозгласить», «я провозглашаю». Вы требуете? Благословения. Да. Он сказал это точно так же, когда Он сотворил все. И та же самая сила, которая сотворила все, была творческой силой, которую Он провозгласил в жизнь этого человека. Это по-прежнему Божье Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, и ничто не было сотворено без Его Слова. Так что это Слово настолько же созидающее, как и Он Сам. Знаешь, сила телевидения позволяет нам смотреть в эту камеру и поразглашать благословение Божье на тех, кто смотрит эту передачу. Это семя готова подняться в ваших жизнях. Да, мы высыпаем семена на лугу. Да, потому что мы высыпаем семена, и это называется телевидение. Мы передаем Его видение. Да. Вы сидите дома, занимаетесь своими делами, и семя благословения сеется в вашу почву. И не важно, где вы находитесь в вашей жизни, мы собираемся вместе сегодня, и мы поразглашаем благословение на вас, где бы вы ни были, по всему миру. Через этот инструмент телевидения мы можем рассказать Его видение. И Его видение в том, чтобы благословения Божьи покрыли всю эту землю. Грифла, то, что мы должны были тогда сделать, когда мама Глории приехала в тот вечер к нам в Арканзас, она сказала, «Вы видите весь этот салат, который растет там?» Я сказал, «Этот салат?» Я не видел его с тех пор, как я был маленьким ребенком. Я не помнил, что это такое. Она сказала, «Я пойду и нарву его». И она пошла и собрала хапку этого салата и принесла его. Он был у нас на ужин в тот вечер. Мы ели его на обед на следующий день, и мне он очень понравился. Некоторым людям он не нравится, но меня никогда не заставляли его есть. Так что он мне нравился, понимаете? И Мэри может приготовить седельные кожи так, что она будет вкусной. Так что у нас был бесплатный ужин, понимаете? Благословение стояло там. То, что я смотрел на это и думал, что это сорняк, но это не так. Я был готов позволить моему благословению пройти мимо и засохнуть на корню. И так никогда и не узнать, что это было чем-то, что могло благословить мой стол. Пока кто-то не пришел, кто знал, что это было, кто знал, как приготовить это и подать это на стол. Святой Дух здесь. Он знает, как собрать это. Он знает, как приготовить это. И он знает, как подать это на стол. И благословение Господне может быть прямо там. И просто все, что вам нужно сделать, это пригласить это в ваш дом. Да. Нам нужно перестать смотреть на Библию как на книгу, в которой можно хранить свидетельства о рождении и прятать деньги. Мы должны понимать. И держать ее на кофейном столике. Держать на кофейном столике эти большие Библии с комментариями. Когда кто-то... Я помню, как всю мою жизнь эта Библия лежала на кофейном столике. Это большая старая Библия. Мы хранили в ней свидетельства о рождении, люди прятали в ней деньги, и затем однажды кто-то родился свыше, и они поняли, что это лежало на кофейном столике, и, наконец, открыли ее. Я встретил одного человека в тюрьме. Его приговорили к 135 годам тюрьмы за вооруженное ограбление. Он был ужасным человеком. Но позже в тюрьме он родился свыше, был наполнен Святым Духом, был призван проповедовать. Он был смел, как лев. И когда я впервые встретил его, и он пришел на собрание, у него была одна из этих больших белых настольных Библий. Единственная Библия, которая была в его доме, пока он не нашел себе другую. Он носил с собой самую большую Библию в мире. Она была вот такой толстой, вот такой большой, вся белая. И для него это не имело значения. И ни для кого другого, потому что вы не захотите сказать что-то обидное ему, потому что раньше он бы просто избил вас. И он приходил, открывал свою большую Библию, и он начинал читать ее. Я просто воскликнул. Я был так восхищен этим человеком. Его жизнь изменилась, его выпустили на свободу, проповедуют Евангелие. Но это все, с чем мы должны иметь дело, чтобы изменить наши жизни. Это прямо здесь, в Слове Божьем. И нам нужно перестать смотреть на Библию, как на книгу правил. Нам нужно начать смотреть на нее, как на мешок семян. Это то, куда мы идем, чтобы взять семя, чтобы вырастить урожай в наших жизнях. И поэтому эти шаги, слова очень важны. Они очень важны. В 1 Петра 1,23 опять же сказано, «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». Это слово «нетленного» означает, что оно всегда будет работать. Семя такого рода, которое нетленное, это семя, которое всегда будет производить. от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего вовек. И, конечно, у нас есть много интересных вещей, о которых мы будем говорить на этой неделе, но я просто хочу убедиться, что все понимают, что пока вы не сделаете Слово Божье окончательным авторитетом, пока вы не поймете силу, вложенную в Него, пока вы не поймете, что Он держит все Словом силы Своей, пока вы не поймете это, у вас не будет настоящего успеха, если вы допускаете семена другого рода. Вы будете результатом каких-то семян. Осознаёте вы это или нет? Вы уже являетесь результатом. Да. Так что вы вполне можете идти вперёд и целенаправленно брать ответственность за урожай, который вы желаете иметь. Вы вполне можете взять эту Библию и посеять её в вашу жизнь, жить этим, принимать решения согласно этому, говорить это, делать то, что вы должны делать в том, что касается этого Слова. Когда вы усвоите это, и это станет решённым вопросом, что вот так мы живём, что это основание моей жизни, это то, к чему я обращаюсь, теперь вы готовы увидеть некоторые вещи, потому что это решение, сделать Слово Божье окончательным авторитетом, для вас будет определять образ вашего мышления. И это, брат Копланд, огромная проблема в жизни людей прямо сейчас, их образ мышления. У нас нет времени на это. Если вы начнёте исследовать людей, разум которых был в Завете, и начнёте смотреть на Авраама в 22 главе Бытия, вы увидите, что эти слова Завета повлияли на действия человека. Его мышление изменилось. Он не думает, как прежний Авраам. Авраам — тот человек, который поклонялся Луне и боялся, что потеряет то и это. Но в 22 главе Бытия он сделал что-то, когда Бог явился в первом стихе. Сказано, «И было, после сих происшествий, Бог испытывал Авраама и сказал ему, «Авраам, он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Если ваше мышление неупорядочено согласно слов Завета, вы бы обязательно на этом стихе сказали «нет». Я видел, как люди истолковывали это так. «О, Бог, разве ты не знаешь, что сердце Авраама разрывалось? О, Бог, мой единственный ребенок!» Это потому, что вы не знаете того, что в Слове Божьем сказано об этом. Да. Вы думаете так. Он совсем не поступал так. И слова, на которых Авраам основал свои поступки и мысли, были не этими эмоциональными словами в тот момент. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Да. Он уже решил это. Да. Потому что Бог не мог оставить его сына мертвым и использовать его, Авраама, как отца множества народов. И он просто сказал, «Я уже вижу, что Бог воскресит его из мертвых». И посмотрите, как он говорит даже перед другими людьми, «А останьтесь везде со словом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И возвратимся. «Мы вернемся». «Мы вернемся». Он был намерен принести его в жертву и увидеть, как Бог воскресит его из пепла. «Из-за слов, которые были основанием его образа мышления, он продумал всю ситуацию». В любое время. Когда у столетнего мужчины и девяностолетней женщины рождается ребенок, послушайте. Воскрешение этого мальчика из мертвых совсем не сложная задача. Да. Потому что мы говорим о тех шагах, которые делаете вы в своей жизни. Есть предписанные шаги, которые мы научились за три или четыре десятилетия жизни и хождения веры. Мы научились этому от наших духовных отцов. Старейшин. Мы научились определенным шагам у них. И затем мы жили этим. Строили на основании этого. А вам нужно ухватиться за это. Нет никакого смысла вам проводить еще 40 лет, чтобы научиться этому. Вы можете научиться этому за пару дней. Погрузитесь в Слово Божье. Просто следуйте за этим. И просто бегите вместе со всеми нами. Хвала Господу. Но проделать весь путь от места абсолютной, разрушающей нищеты, болезней, греха, немощи и бесов. Весь путь к тому, чтобы стать мужчиной завета, женщиной завета, которая знает, кто они во Христе Иисусе, и как применять этот завет и угождать своему Господу Иисусу Христу, и просветать в духе, душе и теле, финансово, в семье, и во всем, что вокруг вас, и вы приходите в то место, где вы можете сказать, «Я благословлен». Аллилуйя. Жить и ходить верой. Да. И это определенные шаги в Слове Божьем, о котором мы говорим здесь. Итак. Во второй главе послания к Ефесянам сказано, что вы не можете быть чужды этих заветов обетования. Или вы будете без Бога в этом мире, и вы будете без надежды. Это позор для человека, который не знает Иисуса, не знает Христа. Он без Христа. Он без надежды. Без Бога в этом мире. Это позор для человека, не быть рожденным свыше. Но еще более позорно, чем это, Крефла. Это когда рожденные свыше чадо Божье находятся в ловушке религиозной темницы. И он чужой. Он даже не знает, что есть заветы, что были Давид и Авраам. Он не знает, что у него есть завет с Богом. Он не знает, что является кровным братом Иисуса. Он не знает. У него нет ни малейшего понятия, ни о чем таком. И он чужд заветов обетования. И несмотря на то, что он ходит в церковь, в его повседневной жизни проявление его искупления не работает. Знаешь, отличным примером этого является Мемфивосфей, который был в Ладеваре. Это действительно пример этому, верно? Есть причина, почему этот пример есть. Да, он жил намного ниже своих привилегий. Маленький, отверженный, хромой памятник. Да. Он похож на человека, которого упомянули в чем-то завещании. Кто-то в своем завещании сказал, «Я оставляю тебе 3 миллиона долларов, потому что ты помогал мне с собакой». И они зачитали завещание, но вы не явились. Они прислали уведомления, но вы на них не ответили. Они не знали, как с вами связаться. Так что вы провели следующие 5 лет, живя точно так же, в течение 5 лет вы были миллионером и даже не знали об этом. И затем в один день вы, наконец, решили прийти и услышать оглашение этого завещания и узнать, что было вашим, и это было вашим по праву. Именно это происходит с людьми. Даже с рожденными свыше людьми, которые не поняли, какова была воля для них. Это Божья воля для вашей жизни. Это наш завет с Богом. Разве это не так называется? Это его воля. Завет. И завет. Конечно. И вот что мы должны сделать. Мы должны ухватиться за это. И мы не можем быть чуждыми этому. И когда мы это делаем, это слово и основания этого слова будут управлять и производить наше мышление. Насколько важно то, как человек думает. В Библии сказано, что как человек думает в своем сердце, таков и он. Так что вы такие, каков образ вашего мышления. Крифла, знаешь, был реальный случай в Англии. Это произошло в Лондоне. Одна женщина, которая провела свою жизнь в служении королеве, и она была просто служанкой. Она выросла там, но она не умела читать. И она прожила там всю свою жизнь. И пришло время, когда она уже была пожилой, пришло время ей выйти на пенсию. И она оставила службу у королевы и переехала в маленькое, темное, сырое место. Просто ужасное место. И она там заболела. Она плохо питалась. У нее не было достаточно еды. И кто-то вызвал врача и рассказал ему, что эта женщина почти умирала. И что кому-то нужно было прийти и позаботиться о ней. И они не знали, кто она такая. Просто бедная женщина. Врач пришел туда, лечил ее. И он увидел, что главной причиной болезни было то, что она была просто истощена. И тот врач стал помогать ей. У нее была пневмония, и она была при смерти. И он что-то заметил. Он заметил, что что-то висело на стене. Там был герб королевы. Это было вставлено в рамку и висело на стене. На самом деле, это было королевское завещание и пенсия для этой женщины. Но она этого не знала, ведь она не умела читать. И тот врач спросил, «Это ваше?» «О, да, я служила королеве в течение...» Она сказала, «Сколько лет?» Он спросил, «Так что же вы делаете, живя в этой грязи?» Она сказала, «Сэр, у меня нет денег» после того, как я перестала работать на королеву. И в моем возрасте для меня нет никакой работы. И тот врач спросил, «А разве вы не знаете, что говорится вот здесь, что висит у вас на стене?» Она ответила, «Нет, сэр, я вижу, что королева подписала ее, потому что я видел ее подпись, и вот здесь ее герб». И она сказала, «Я уверена, что там написано что-то хорошее, но я никогда этого не читала, потому что я не знаю, что там говорится». Он сказал, «Боже мой, женщина, у вас есть пенсия, вы могли бы жить остаток своей жизни так, как вы привыкли жить при дворе королевы. Кто-то должен был заботиться о вас все время». Она просто онемела от удивления. Я рассказал вам все это, потому что я хочу, чтобы вы поняли это. «Религия научила нас, что это неправильно требовать чего-то от Бога». «Оу, нет». И обо мне говорили это, когда я был молод. Обо мне говорят это и теперь, когда я стал старше. «Будь осторожен, предъявлять такие требования Богу. Ты должен говорить, «Ну, все, что есть в твоей воле».» «Нет, нет, 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 нет». Как вы считаете, рассердила ли королеву и весь двор то, что эта женщина взяла свою бумагу, пошла туда и сказала, «Я узнала, что у меня есть счет в банке, и мне нужны мои деньги, я голодна и хочу кушать». «Что ты себе думаешь требовать чего-то от королевы?» Подождите минутку, подождите. У нее было письмо от королевы. На нем была подпись королевы и ее герб. Ее печать была на нем. Они с улыбкой дали ей все. Они не сердились на нее из-за того, что она потребовала. Они подумали, что с ее стороны было глупо до сих пор этого не сделать. Да. И таково отношение небес к нам. Это то, что Давид сказал Мимфи Васфею и сказал всем вокруг, «Где он? Где этот парень? Поезжайте, привезите его». Его привезли туда, и он сказал, «Я хочу быть сильным по завету, благодаря моему завету с твоим отцом. Поэтому этот парень будет есть за моим столом». Брат Копо, ты сказал кое-что, что всему телу Христову необходимо понять здесь. И это вопрос предъявления требования. Послание к Филиппийцам 4.19, где говорится, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Если перевести все это, это слово переводится как «требовать». Да, это слово «требовать» в греческом языке. «Требовать». Другими словами, ты помнишь, когда открылись те магазины, когда выставляли образец продукта, и ты брал квитанцию, и ты брал квитанцию, сеть магазинов, сервис, мерчендайз, и другие. И ты брал квитанцию и шел с ней в кассу, чтобы заплатить за это. И потом вы шли и отдавали чек, и вам давали продукт. И это был чек об оплате, что мне нужно выдать эту вещь взамен чека. Это было оплачено. Что это было оплачено. Это было оплачено. Это было оплачено. Слово говорит, что Иисус заплатил за все это. И у нас есть чек. У нас есть чек. У нас есть чек. Разве вам это не нравится? Вот что делают некоторые люди. Вы идете, вы не уходите из магазина с чеком. Вы не идете и не садитесь в машину с чеком. Носите его в руки и целуете его два раза в день, и говорите, что он у меня есть. Это то, что сделала та женщина. Именно так она и сделала. Она повесила чек у себя дома. Она оставила это в рамку и повесила на стену. И гордилась этим. Вы так не делаете. Вы идете и берете чек, и вы говорите, вот, я требую этого. Это было оплачено. Это было приобретено. Теперь мне нужно, чтобы вы пошли и исполнили это. Это то, что Бог пытался вложить в нашу голову в 45-й главе Исаии, где он сказал в одном из переводов, «Спросите меня о будущем сыновей моих и в деле рук моих, указывайте мне». Но это лжесмирение прокрала церковь, когда вдруг мы стали смотреть на это, как на злой поступок, приходить перед Богом и говорить, «Господь, я требую моего исцеления, я требую моего благословения прямо сейчас, я требую денег, которые мне нужно заплатить. Ты уже заплатил за это». Вы не заставляете его делать что-то. Это значит, совсем не то. Он уже предложил это. Да. Вы совершаете поступок принятия этого. Да. Да. И это приносит ему огромную радость. Да. И у вас есть право принять это. Потому что у вас есть чек. Вы не правы, если вы не принимаете это, потому что без веры угодить Богу невозможно. Да. Да. И это то, что Бог обеспечивает. Бог обеспечивает ваши требования. Согласно своему богатству и славе. Знаешь, мой духовный отец, Орл Робертс, благослови Господь его сердце, у него был приступ аппендицита. Его привезли в больницу, он лежал там на этой каталке. Его привезли туда, и там был хирург, и еще один врач, и один из членов семьи брата Робертса стоял там. И они смотрели на УЗИ, состояние его аппендикса, или еще на что-то. То есть у них была картинка, и они могли видеть, как аппендикс был готов лопнуть. И они просто принимали решение о том, что им делать. Так как действовать нужно было очень быстро. Он лежал там на этой постели и сказал, Иисус, у меня есть чек моего даяния, моего сеяния семян. Я сеял семена в течение 50 лет. И теперь я говорю, что время пришло. И он сказал, я просто хочу напомнить тебе, я требую это по моему чеку. Он использовал слово чек. Они стояли у того аппарата, и наблюдали, как аппендикс сократился до нормального размера, пока они на него смотрели. И, конечно же, боль прошла. Он просто сократился до нормального размера, когда они смотрели на него. Он выдвинул требования. А почему Бог не исцелил его до того, как он попал туда? Я не Бог, я не знаю. Это было между ним и братом Робертсом. Но когда он потребовал это, он не пытался манипулировать Богом. Бог уже предложил ему это. И Бог пытался помочь ему принять это. А брат Робертс лежал там просто и принимал. Он просто стал таким, каким должен был быть. Это не так, будто у Бога пустой склад. У него уже есть обеспечение того, за что было заплачено. Это у вас пустой склад. Это верно. Ему нужно, чтобы вы пришли. Ему нужно, чтобы вы пришли. И чтобы вы потребовали этого. Я хочу показать откровение. И оно совпадает с тем откровением, которое Бог дал тебе несколько лет назад, когда он говорит в 43 главе Исаии, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, и станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться». Я помню, как ты говорил, что у тебя есть возможность прийти пред Богом. Бог говорит, «Хорошо. Вот что я приношу пред тобой. Я приношу тебе чистый лист бумаги. Что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе? Провозгласи это». Провозгласи это. Он сказал, «Я сделал это ради себя самого». Ради него. Я сказал, «Я знаю, что ты сделал это ради меня, но почему здесь сказано, что ты сделал это ради себя самого? Что ты получил от этого?» Говорю тебе, «Слово от Господа пришло ко мне так сильно, что чуть не сбило меня с ног». Он спросил, «Ты хочешь помнить плохое о своих детях?» Я сказал, «Конечно же нет». Он сказал, «Я тоже не хочу». Я сказал, «Слава Богу». Он сказал, «Я предлагаю тебе чистую страницу моей памяти, заполни ее Словом Божьим и тем, что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе». Я закричал так громко, как только я мог. «Я благословлен». И это то, что удерживает многих людей от того, чтобы сделать эти требования. Они думают, что у Бога есть вся эта память о их плохих вещах. И они не ощущают себя достойными, чтобы пойти и сделать требования. И это откровение, настолько ключевое для понимания любого человека. Что вы хотите, чтобы Бог помнил о вас? Это именно то, что вы пытаетесь заставить произойти в вашей жизни. Он сказал, «Напомните ему об этом». Откройте ваши уста и поразгласите. Как вы только что услышали, «Я благословен». Это то, что я хочу, чтобы Бог знал. Каждый раз, когда он думает о Крефлодоларе, я хочу, чтобы он говорил, «Крефлодолар благословен». Крефлодолар возрастает. Но это становится. И я несу ответственность, моя часть этой сделки потребовать, чтобы это было исполнено. Не делая этого, я демонстрирую, что я сомневаюсь и раздумываю о Божьем обеспечении. Бог говорит, «У меня есть обеспечение. Я могу обеспечить все твои требования по богатству моему, славе». Крефлодолар, я служил несколько месяцев назад, и я услышал следующее. Когда ты приходишь к Иисусу, чтобы войти в Его покой, послание к евреям, 3-4 главы, особенно в 4 главе, где сказано, чтобы ты не позволил обетованию вхождения в Его покой ускользнуть. Он сказал, «Если ты собираешься войти в Мой покой, тебе придется сбросить эти одежды недостойности». Он сказал, «Ты пришел ко мне недостойным, но я не оставил тебя недостойным». Он сказал, «Я дал тебе одежду праведности». «Моя кровь приобрела и оплатила твою праведность». И он сказал, «Ты принимаешь это верой». «Ты не принимаешь это гордостью». «Ты не делал этого». Но если ты собираешься ходить верой, если ты собираешься войти в покой, ты не можешь продолжать напоминать себе о том, насколько ты недостойный, насколько ты негоден. «Ну, я думал, что кровь омыла тебя от греха». «О, да, аминь, ну, знаешь, брат Коппунт, я просто старый грешник, спасенный по благодати». Эти ярлыки греха. Вам придется сбросить их. И когда вы впервые это делаете, все ваши религиозные идеи просто выбивают из вас все. Вам тогда нужно вернуться к Слову Божьему. Вы приходите в 8 главу послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Мне не важно, насколько сильно вы бьете себя по голове за ошибки, которые вы совершили. Это их не изменит. Это вас не исправит. Это будет делать вас хуже, пока вы, наконец, не поймете и не выбросите эти ошибки и не начнете благодарить Бога за ваше освобождение от всего этого. «Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И вы начинаете изменять образ вашего мышления. Да. И на вопрос в бытии должен быть дан ответ даже сегодня. Тогда, когда Адам сказал «Я наг», вопрос, который Бог задал, «Кто сказал тебе это?» О, Крифло. «Кто сказал тебе это?» Другими словами, с кем ты говорил? Это то, что он сказал. Кто формировал твоё мышление? Вот почему он сказал Аврааму «Уйти от тех людей», потому что они будут формировать образ вашего мышления. А если вы хотите посмотреть на исправление вашего образа мышления, вам придётся посмотреть на то, с кем вы разговаривали. Кто сказал вам, что вы ноги? Кто сказал вам, что вы больны? Кто сказал вам, что вы будете бедны и жалки всю вашу жизнь? С кем вы говорили? И когда вы начинаете смотреть на это и исследовать вопрос бытия и отвечать на этот вопрос, «Откуда я это взял? Откуда я взял этот образ мышления? Откуда я взял эти идеи? Какой дядя рассказал мне об этом и посеял это семя? И оно оставалось во мне всё время. Кто сказал мне, что я должен относиться к женщине таким образом? Кто сказал мне, что я должен отвечать таким образом? Кто сказал мне, что это нормально, злиться или для меня нормально выкурить косячок или сделать такое? кто сказал, с кем вы говорили. Так что самое большое изменение... Кто сказал мне, что я недостоин? Самое большое изменение, которое мы можем сделать, это изменить то, с кем мы общаемся. И мы должны исследовать, откуда этот образ мышления пришел. Вы возвращаетесь и находите этот стих Писания. И вы говорите, это то, что сказал Бог. А это то, что они сказали. Ну вот, что сказал Бог. Итак, как это изменяет мою жизнь? Ранами Его вы исцелены. Как это изменяет мою жизнь, если я принимаю? Если я начинаю говорить, я исцелен. Но вы не чувствуете себя исцеленным. Я не сказал, что чувствую себя исцеленным. Я сказал... Бог сказал, что я исцелен, поэтому я говорю, что я исцелен. Как это? То, что я исцелен. Как это изменяет мою жизнь? Ну, вы должны подняться. Вы должны встать теперь, раз вы исцелены. Вы изменяете свой образ мышления. Вы должны выбрать мысль, которая отличается от тех, которыми вы привыкли думать. Вы должны выбрать эту мысль и потом думать. Вы должны выбрать, и думать, и думать, и думать так. Вы должны выбрать, и думать, и говорить что-то другое до тех пор, снова, 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 снова и снова. Вы выбираете эту мысль. И вы думаете таким образом намеренно. Вы говорите это намеренно до тех пор, пока вы не начнете думать так, без того, чтобы принимать решение думать об этом. И это начинает выходить из ваших уст без того, чтобы вы задумывались об этом. Вы изменили образ вашего мышления. Это будет вам чего-то стоить. Это будет стоить. Это будет стоить чего-то. Это звучит хорошо, когда мы говорим это за столом. Это будет стоить чего-то. Вот почему он предупредил нас не быть ленивыми. Вот почему он предупреждал нас о том, чтобы не быть праздными и ленивыми, потому что ты говоришь о разнице между хождением в духе и хождением по плоти. И вы можете злиться, когда вас поправляют. Конечно. Все это идет вместе. Так что, когда вы говорите о хождении по плоти, вы говорите о хождении в образе мышления, который противоречит слову. Подумайте об этом. Особенно, когда у вас есть жена, которая умнее вас. О, да. И затем хождение в духе. Это образ мышления, который согласуется со словом. Да. И окончательное хождение в духе — это хождение в любви. Абсолютно верно. Это окончательное хождение в духе. Это начало и конец этого. И вы учитесь этому. И слово прямо здесь. Поэтому, когда вы смотрите на то, что в Библии сказано о хождении в духе, вы смотрите на то, о чем здесь говорится, о хождении по плоти, вы разбираете это на уровне мышления. Что когда я хожу по плоти, я хожу в образе мышления, который противоречит и выступает против слова Божьего. А когда я хожу в духе, я хожу в образе мышления, который согласуется со словом Божьим. Когда вы начинаете поступать таким образом, и вы начинаете говорить это, ваша плот не знает, как поступать. Она не слышала такого раньше. Она хочет вернуться назад, на другой путь. Она пытается бороться с вами. Она не ваш враг, она была так натренирована. Но теперь вы можете открыть послание к евреям, пятую главу, и найти то место, где вы можете видеть, что ваша плоть может быть переучена, и она может начать различать, что старое было плохим. Я больше не делаю этого, это освобождение. Но это подготовка. Церковь совсем немного слышала о подготовке. Я не говорю об обучении, о том, чтобы давать вам информацию. Я говорю о подготовке. Это брать информацию и выполнять это день за днём. Выполнять это день за днём. И вы сидите где-то в углу, и у вас есть эти побуждения, но вы тренируетесь. И, возможно, у вас слёзы текут из глаз, но вы тренируетесь. И, возможно, вы не молитесь на языках так же громко, как день назад, но вы тренируетесь. Но если вы закончите вашу подготовку, вы завершите вашу подготовку, вы будете способны делать некоторые вещи в автоматическом режиме. Вы просыпаетесь в одно утро и думаете, «Благословен Бог!» Что-то произошло с вами. Это самое потрясающее. Но вот что получается, когда ты восхищаешь меня тем, что просто построила мою жизнь, вывела меня из жизни нищеты. Мои родители не были нищими людьми, они были верующими. Но я отвернулся от них. И я отвернулся от тех самых вещей, которые мои родители поклялись исполнять в день свадьбы. В своей брачной клятве они поклялись, что будут отдавать десятину с каждого доллара, который придёт в их руки. Они на самом деле не знали всех тонкостей приношения десятины, которым мы научились за многие годы. Но они знали, что Бог сказал это в Своём Слове, и Он сказал, что Он откроет окна небесные. И мой отец – скромный фермер из западного Техаса, и моя мама были родом из одной местности. И они никогда не оставались более 24 часов без работы во время всей Великой Депрессии. Я имею в виду, Бог позаботился о них, но я не хотел ничего из этого. И я доказал, что я могу сделать. Я вырвался оттуда и разорился так быстро, что это даже не было смешно. Я глубоко погряз в долгах. И мой доход, когда я принял спасение, был намного ниже уровня бедности в стране. Я оставался в таком состоянии какое-то время. И я не знал, как выбраться из этого. И я просто вышел из этой проклятой демонической жизни и пришёл в благословение Божье. И эти шаги, очень конкретные шаги, которые нужно сделать, когда ты говоришь о них, это просто переполняет моё сознание воспоминаниями и победами. Ничто не сравнится с тем, чтобы взять Божье Слово и стоять на нём, и смотреть в лицо дьяволу и ударить его прямо между глаз Словом Божьим, и смотреть, как он дрожит и склоняет колени перед именем Иисуса, и одерживать победу над Ним. И просто выходить из этой проклятой жизни. Да. Ты и Иисус, и твоя семья, вы победители. Нет ничего подобного этому. Нет такой жизни на земле, которая похожа на это. Да, знаешь, ты говоришь о нищете. Многие люди слышали ложь о нищете. Люди слышали, что нищета научит вас чему-то. Но это не то, что говорит Библия. Нищета разрушит вас. Она не научила меня ничему, что я хотел бы запомнить. Да. Нищета — это нечто такое, что если вы не услышите истину обо всём этом, вы купитесь на это, вы согласитесь на это, вы выстроите свою жизнь и своё мышление, чтобы понимать её и терпеть её. Да, и я думаю, что в Писании сказано, что нищета бедного человека — это его разрушение. Так что она разрушает жизни. Однако Слово Божье было высвобождено, чтобы разрушать этот дух нищеты. Крефло, деньги не являются ответом на нищету. Я видел людей, я знаю людей, которые были нищими людьми. Они думали по-нищенски, жили в нищете, воспитывались в нищете. Они получили деньги. Но у них по-прежнему был этот нищенский образ мышления. И нищий человек с деньгами убьёт вас за мелочь, потому что он не поймёт ничего из этого. У него нет мышления изобилия в Боге. У него мышление нищеты. И деньги становятся его Богом. И это опасно. Опасно. Вы должны быть внимательны. Вы можете взять человека. И прежде всего, Слово является ответом на нищету. Слово Божье. Это духовная проблема. Да, это духовная проблема, а не финансовое положение. Конечно, там есть финансовое положение. Но вы можете взять бедного человека из трущоб, поселить его в особняке в лучшем районе. И если вы не избавили его от духа нищеты, и этого мышления нищеты, этого мышления нищенства, очень скоро он привлечёт к себе всё то, что он оставил, и это придёт в новый район, в новый дом. Очень скоро три или четыре машины будут стоять на кирпичах возле дома. Скоро ставни на окнах начнут отваливаться. Почему? Потому что тот же самый дух нищеты живёт внутри него, и он привлекает все эти внешние признаки, к которым он привык. Это разрушительно. Да, именно это оно производит, оно разрушает. И мы говорили об этих практических вещах, которые вам нужно сделать, которые вы, возможно, не понимаете, что вы должны сделать, когда мы говорим об этих принципах из-за кафедры. Но мы были довольно открыты последние несколько дней, говоря о том факте, что да, потребуется подготовка, да, это будет вам чего-то стоить. Да, вам, возможно, придётся запереться в комнате на семь дней и проходить это снова и снова. Да, вам придётся работать, чтобы это произошло. Но это работа, которая называется покоем. Со временем в нашей работе нужно прийти в покое. Да, аминь. И мы говорили об этом, но... Если вы не покоитесь, это невероятно. Если вы не покоитесь, вы не верите в это. Вы не верите в это. Вы не будете покоиться, когда вы не верите, что вопрос решён. Я видел людей, которые ухватили за Слово Божье, находясь прямо посреди тяжёлых обстоятельств жизни в трущобах. Я говорю о тяжёлых условиях. И они начали применять Слово Божье. И их внутренность начала изменять окружающие их трущобы. Трущобы больше не контролировали их. Их мышление начало изменяться. И окружающие их вещи начали меняться. И не прошло много времени, как то, что их окружалось, либо изменилось, либо не могло больше их удерживать. Это просто вытолкнуло их оттуда. Я видел это в Китае. Я видел того человека. Он сказал мне, «Видишь того человека на трёхколёсном велосипеде с маленьким прицепом за ним?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Вот кем я был». Он сказал, «Я был продавцом туалетной бумаги. Я продавал её, я возил её другим людям». И они нагружали вещи на этот маленький прицеп позади этого велосипеда до такой степени, что невозможно было сдвинуть его с места. Он сказал, «Я родился в комнате размером в три квадратных метра». Это был весь наш дом. Три квадратных метра. Это девять квадратных метров. Он сказал, «Мы ели там, мы спали там». Я родился там. Мои братья и сёстры родились в этой комнате. Мой отец родился в этой комнате. Я считал, что я проживу всю свою жизнь, ездя на этом велосипеде, а также живя в этой комнате. Но потом он сказал, «Мы приняли Иисуса как нашего Господа». Но когда мы это сделали, люди в церкви сказали нам, что если мы сможем отказаться от многих материальных вещей, сможем отдать их, то тем более праведными мы станем. И он сказал, «Я стал пытаться избавиться от того немногого, что у меня было». Но затем он добавил, «Но кто-то принёс мне слово о вере и о завете Слова Божьего». И он сказал, «Я приобрёл Библию». И кто-то начал приносить ваши кассеты сюда. Кассеты других проповедников. И тот человек начал узнавать, кем он был. Кто он? Кто такой Иисус? Как всё это работает? Прямо посреди этой ужасной маленькой комнаты, этого нищенского существования. Он и те, кто его окружали, начали вырастать из этого. И вся его цель была не в том, чтобы просто заработать деньги. Он пытался понять, «Как я могу благословить тело Христова?» «Я напечатаю эти книги. Нравится это правительству или нет?» «Я буду делать различные вещи». И он начал процветать. Бог начал давать ему финансовое процветание. Он показал мне фотографию своего нового дома. И это был его шестой дом. И вокруг не было никого, кто считал, что он не должен был его иметь. И он просто продолжал процветать. Теперь там много людей. Я не могу много говорить об этом, потому что эти люди собираются там нелегально. Но они благословлены по всей той стране. И все говорят о том, что Китай так благословлен финансово. Как вы думаете, откуда это приходит? Это не приходит от того коммунистического правительства. Там есть группа, отдающих десятину, верящих, жертвующих, сеющих семена, проповедующих Слово Божье, верующих, которые взяли власть. И это работает. Вы либо будете верить в это, либо не будете. Это работает. И я говорю вам, когда вы начнете как пастор, как проповедник Евангелия, как я могу не хотеть проповедовать об этом людям, которым я говорю, что люблю их, когда я вижу, что они нуждаются духовно, умственно, физически, финансово. И они не могут оплатить свои счета. И не могут оплатить счета. Не могут жить так, как Бог хочет, чтобы они жили. И я буду бояться говорить об этом, потому что я боюсь, что кто-то подумает обо мне. Или что они назовут меня проповедником Проседания. Я занимаюсь этим не для того, чтобы получить их деньги. Я занимаюсь этим, чтобы принести деньги им. Вот что такое завет. Завет не для того, чтобы нажиться на ком-то. Он для того, чтобы дать преимущество другому. Дать преимущество другому. Именно так. И когда вы понимаете, что такое завет, и как он действует, мы говорили об этом, кажется, вчера, вы ищете возможность дать преимущество кому-то. Вот в чем состоит завет. Когда я женат на моей жене, Я ищу возможность дать ей преимущество. Она ищет возможность дать мне преимущество. Это обмен силой, избавление от слабостей. Завет разработан для того, чтобы избавиться от слабостей. Но он будет влиять на ваш разум так, что как человек завета вы начнёте думать в согласии с этим заветом. Библия говорит, что Божье сердце, что завет запечатлён в его сердце. Он не может забыть о нём. Он не собирается уходить от него. Это чудесно. И это действительно влияет на меня в моём сердце и эмоциях. Когда я думаю о людях, которые знают ответ. Но они боятся проповедовать это, потому что они боятся, что их будут критиковать. Их будут критиковать. Иисуса критиковали. Вы получаете востократ. Вам придётся приготовиться к гонению, которое приходит вместе с этим. Я не получаю мои благословения от кого-то. Я даю им источник. У меня есть прекрасные вещи. Но я прочёл это из трудов одного из наиболее уважаемых раввинов в мире, который подробно изучал благословения Авраама. Он был современным книжником Слова Божьего. Сильный человек. И он сказал, что Бог вложил в каждого человека желание быть благословлённым, желание расширяться и быть лучше, чем он есть сейчас. Он хочет, чтобы его дети были лучше, чем он сейчас. Идея, что Бог хочет, чтобы вы были бедными, просто глупость. Потому что Бог тогда поселил бы его среди терновника и колючек, вместо Эдемского сада. Да. И тот раввин сказал, «Если вы желаете процветания только для самого себя, вы сильно, серьёзно ограничили свою возможность процветать, потому что вы не намерены тратить это больше ни на кого, кроме самого себя. Как много машин вы можете водить? Сколько костюмов вы можете носить?» Я имею в виду, для Бога это не проблема. Но когда вы берёте заповедь Авраама, благословение Авраама для того, чтобы быть благословением, и вы начинаете давать, и вы расширяете ваше видение на вашу церковь и вашу общину, на вашу нацию и на Божью семью, тогда, сказал он, «Вы перешли в сферу сверхизобилия, сверхбогатства». Это служение, твоё служение. Ты и Тефи, Глория и я. Мы даём намного, намного больше, чем мы оставляем. И вера, и процветание, и молитва всегда будут находиться в незрелом состоянии до тех пор, пока они не направятся от вас к кому-то ещё. Абсолютно верно. Молитва не может быть только для вас. Она должна превратиться в ходатайство за кого-то ещё. Ваша вера не может быть только для вас, но для кого-то ещё. И финансы, то, как вы используете их, это незрело, если это не используется для того, чтобы быть благословением. Теперь это определяет, что мне нужно. Мне нужны деньги, чтобы я мог построить эту больницу в Камеруне. Мне нужны деньги, чтобы я мог обеспечить образование здесь. Мне нужны деньги, чтобы я мог служить тем людям, которые нуждаются в служении. Я буду благословен, если я буду благословением. Точно так же, если бы вы прыгнули в воду. Вы станете мокрыми. Вы станете мокрыми. Божья идея — это благословение. Иисус сказал, и это определённое понимание данного Писания. Люди шутили об этом, смеялись над этим. Но для Бога это не шутки. Блажение, или более благословение давать, нежели принимать. Потому что то, что вы можете дать, это всё то, что вы приняли. Когда вы отдаёте, вы высвобождаете благословение, чтобы оно работало и действовало в вашей жизни. И это созидает. Это становится семенем, которое делает так, чтобы больше приходило к вам. Не чтобы вы оставляли это себе, но чтобы благословляли. Когда вы делаете это, тогда благословение распространяется всё время. И все идеи Божьей была в том, чтобы сотворить Эдемский сад для каждого Божьего ребёнка, который будет жить на этой земле. Знаешь, что большинство теологов или людей скажут? Они используют послание к Ефесянам 1.3, где сказано, что Бог уже благословил вас во Христе всяким духовным благословением в небесах. И они будут подчёркивать ту сторону, что это духовное благословение. Видишь, это духовная сторона этого. Это духовная сторона того, что Бог дал мне. Подождите минутку. Вы не можете отделить духовные благословения от физических, материальных благословений? Вот откуда оно приходит. Все физические, материальные вещи приходят от Бога, который есть Дух. Духовный мир — это родительский мир для физических, материальных вещей. То, как вы выглядите в физическом, естественном мире, — просто отражение того, как вы выглядите в духовном мире. Абсолютно верно. Если люди начнут понимать, что эта книга о влиянии на духовный мир и духовную сферу... Крефло, в Слове Божьем сказано, что Иисус пошёл на крест, и Он сделался проклятием за нас, дабы благословение Авраамова могло прийти на язычников, на народы, или на всех остальных нас через Него, через Иисуса. Господь... Это вышло из моих уст церкви Мака и Лин Хаммонд в Миннеаполисе, штат Миннесота. И я глубоко разбирался с финансовой стороной этого, потому что люди в церкви попросили меня сделать это. И я делал это. Я услышал, как это вышло из моих уст и просто прилипло ко мне в тот момент. Вы благословены не потому, что вы богаты. Вы богаты, потому что вы благословенны. Потому что вы благословлены. Это правда. В 22 стихе 10 главы притч сказано, благословение Господне, оно обогащает. Оно обогащает. Оно делает богатым. Так что сначала пришло благословение. Мир думает, что они благословенны после того, как становятся богатыми. Поэтому они стараются стать благословенными. И единственный способ, который они знают, как это сделать, это собирать, накапливать богатство. А вы найдете это в 72-м псалме, где сказано, что нечестивые собирают богатство в мире, а не там, в той финансовой вавилонской системе, в мире. Все рабство пришло из этой системы. Все воровство и кражи пришли из этой системы. Нечестный бизнес пришел из этой системы. Это мир без завета, где годится все. Почему? Я не могу быть благословенным, пока не стану богатым. Я благословен, не потому что я богат. Я богат, потому что я благословен. Я узнал, что я был благословен, когда я был беден. Я начал думать благословенно, начал говорить благословенно, я начал ходить с благословением Авраама. Я подумал, это всего лишь вопрос времени. Я уже богатый человек, просто нужно время, чтобы это проявилось. И оно проявилось. Я благословен не потому, что здоров в моем теле. Я здоров, потому что я благословен. Я благословен не потому, что я спасен. Я получил спасение через благословение. Вы должны изменить свое мышление. Это то, о чем ты говорил вчера. Да, это семя для успеха. Так что успех приходит из этого семени благословения. Да, верно. Это то подкрепление. Я должен быть подкреплен. И на самом деле, если речь идет о факте, «Как Бог приносит это вам?» Ко мне приходили люди и говорили, «Как это к тебе приходит? Каков Божий путь, чтобы сделать это?» Вот как Бог делает это. Он берет свое слово, и Он позволяет этой мудрости перейти через вас. Он подкрепит вас пониманием, откровением, концепциям, мудрыми изобретениями, направлениями. Бог начнет вкладывать это внутрь. И если вы начнете слушаться, это приведет вас в различные места. Это результат благословения на твоей жизни. Благословения мудрости и разумения, и концепции, и направления, и знания. Что с этим делать? Он не просто. Это не просто сыплется с неба где-то там. Не сыплется. Знаешь что? Это местописание об Аврааме, когда он странствовал в обетованной земле. На самом деле, Авраам не знал, куда он шел, он просто куда-то шел. Но странствовать значит ходить по ней так, словно она принадлежит тебе. И цари уважали его. Цари желали его жену, пока не узнали, кто она. И они сказали, эй, эй, уходи отсюда, забирай эту женщину, забирай все деньги, которые сможешь унести, и уходи отсюда. Я... Нет, 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 нет. Ему не нужно было там быть. Поэтому благословение двигало его и благословляло его. Это не было. Бог не посылал его туда, потому что место было благословенно. Место становилось благословенным, потому что Бог послал его туда. И это должно происходить сегодня, что когда мы приходим, мы приходим самым сильным, что человек может себе представить. И это семя благословения, что когда мы открываем наши уста, и мы говорим это слово, и мы высвобождаем, и мы требуем. Господь, исполни благословение в этом месте, прямо здесь. И это то, что произошло, когда мы поехали в ту африканскую нацию, о которой я рассказывал тебе, куда они пригласили меня приехать в Уганду, чтобы служить. И они целенаправленно сказали, «Мы хотим, чтобы ты приехал сюда, чтобы разбить дух нищеты». И они рекламировали это всё время о разрушении духа нищеты. 120 тысяч человек собрались на том стадионе и сидели два часа, пока я переходил от одного шага к другому, чтобы показать им точно, что это было, и высвободить благословение на них. И они верили Богу о нефти. И я встретился с первой леди этой страны. И она сказала, «У нас теперь есть нефть. Не могли бы вы поговорить с парламентом и дать нам некоторые предложения о том, как нам использовать наше новообретённое богатство?» Она смотрела CNN, и CNN сказали что-то вроде, «Уганда, знаете, она проклята». Она сказала, «Мы прокляты». Кто сказал нам, что мы прокляты? Вы говорите нам, что мы прокляты. Мы не прокляты. Я думала, что мы были благословлены». И она продолжала, а я сказал, «Мадам, я согласен с вами». Вы благословлены. Но мы должны быть распространителями благословения. Это то, что мы делаем каждый раз, когда самолёт садится. Мы приносим благословение, и мы должны ожидать, что всё будет меняться. Потому что мы несем благословение в места по всему миру. И вот что я могу добавить к этому. Вот почему Бог потребовал, чтобы ты верил об этом самолёте. Он потребовал от меня, чтобы я верил Богу о таком самолёте. Потому что Он заповедует нам идти по всему этому миру и нести туда благословение воскресшего Иисуса. Благословение Авраама принадлежит им, кем бы они ни были. И мне не нужно обращаться к миру за помощью, чтобы иметь способность сделать это. Я узнал, что Бог обеспечит меня, если я просто буду стоять в своём призвании. Да. Наше время подошло к концу. Мы будем читать третье послание Иоанна. Завтра. Третье Иоанна. Третье Иоанна. Давайте посмотрим второй стих. Возлюбленный, желаю, или, как сказано в расширенном переводе Библии, я молюсь больше всего. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всём, как преуспевает душа твоя. В расширенном переводе сказано «Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты мог процветать во всех путях, и чтобы твоё тело могло оставаться здоровым, насколько, как я знаю, твоя душа остаётся здорова и процветает». Опять же, когда вы слышите это слово «процветать», вы не можете сразу же думать «деньги». Нет, нет. Вы не... Большинство людей так делают. Да, они делают. Весь мир думает, что так оно и есть. Они не думают, что это что-то ещё. И они не правы. Но они не полны. Потому что, когда это слово «процветать» появляется, мы говорим о способности процветать в каждой сфере вашей жизни. В каждом аспекте — в вашей душе, в вашем теле, в вашем браке, в вашей семье и в деньгах. Так что это включает в себя и деньги. Но это не только деньги. Мы говорили это снова и снова годами, что деньги сами по себе не могут означать процветание. Когда мы говорим о процветании, мы говорим о целостности и о продолжающемся благословении в каждой сфере жизни человека. Итак, Бог говорит, «Я желаю больше всего, чтобы ты процветал или имел это продолжающееся благословение в каждой сфере твоей жизни». Он упоминает ваше тело, но затем он говорит, что всё это, ваше процветание, ваше продолжающееся благословение в каждой сфере жизни, всё это будет основано на той степени, в которой вы процветаете в вашей душе. Это то, что означает это слово «как». Верно? Тот уровень, на котором находится ваша душа, это уровень, на котором вы находитесь во всём остальном в своей жизни. Вы не продвинетесь дальше, чем процветание в вашей душе. Итак, если вы не размышляете о правильных вещах, если вы не читаете правильные вещи, если ваш путь не выровнен по Слову Божьему, тогда, скорее всего, вы придёте к выводу, что это не будет частью вашей жизни. Мы провели пару дней, говоря о втором шаге, о вашем мышлении, потому что вы никуда не двинетесь. Если вы измените ваше мышление, вы измените вашу жизнь, вы измените то, как вы думаете, вы измените вашу жизнь. Если вы думаете согласно Слову Божьему, вы измените вашу жизнь согласно Слову Божьему. И вот почему это так важно — принятие Слова и приведение вашего мышления в соответствии со Словом, потому что следующая сфера, где многие люди терпят неудачу, ваш образ мышления определит те эмоции, которые вы испытываете, или то, что вы чувствуете. Большинство людей позволили своим эмоциям взять власть над их жизнями. Рассуждения могут быть одним из самых больших врагов вашей веры. Я верю, что так и есть. Вы приходите, и вы начинаете рассуждать о Слове Божьем. Я сказал однажды в своей проповеди, я сказал, что случилось с тем днём, когда люди просто открывают Библию и читают её, и говорят, «Хорошо, я сделаю это», будучи быстрыми на то, чтобы верить. Что-то происходит, когда человек медленнее на то, чтобы верить, и они начинают рассуждать о том, что говорит Слово, и они открывают свой разум для изменений, потому что теперь они смотрят на... Но ведущий ток-шоу не говорил такого. Брат Коплэн сказал это, но это не то, что сказали в новостях. Но это не то, что... Это не то, что сказал мой профессор. Что вы делаете? То же самое произошло в Эдамском саду. Бог проговорил Кадаму и Еве, сказал именно то, что сказал. Сатана пришёл и начал возбуждать рассуждения. Возьмите это сейчас. Возьмите вместе со Словом Божьим и рассуждайте об этом. Есть что-то в верующем, который говорит, «Вот что говорит Слово Божье, вот что я буду делать. Бог сказал это. Да, я утверждён, потому что Он сказал это. Слово утверждено, потому что Он сказал это». Как там говорится в старой поговорке, которую они привыкли говорить? Это всё решает. Бог сказал это, я верю в это, и это всё решает. Это решено, независимо от того, верите вы в это или нет. Да, Иисус сказал, что это решено. Это решено. И теперь ваше мышление. Это решено. Это решено в хорошие времена и в плохие времена. Это решено, когда вы видите результат или когда вы не видите результатов. Это решено. Это то, что было утверждено. Когда мой образ мышления не согласуется со Словом Божьим, результатом будут негативные эмоции, которые постараются захватить контроль над моей жизнью и привести меня в то место, которое вне воли Божьей. Это закончится тем, что вы позволите вашим эмоциям взять власть над вашей жизнью точно так же, как это произошло в Эдемском саду через рассуждение. Это уже не будет больше «ранами я исцелён». Слава Богу, я верю в это, я знаю это. Это теперь будет... Ну, Библия говорит, что «ранами его я исцелён». Но вот это боль, и это не то, что сказал врач. И теперь вы начинаете рассуждать об этом, и рассуждение влияет на ваши эмоции. Это первейшая причина, почему люди оказываются в бракоразводных процессах. в недостатке, не получают результатов из слова, потому что они передали свои жизни своим негативным эмоциям. И Иисус не делал этого в Гессиманском саду. Он был под атакой всей боли и всего этого. И давайте посмотрим на это. Четвёртая глава послания к евреям. Четвёртая глава. Давайте посмотрим. Это даже лучше. Это не то, к чему я хотел перейти прямо сейчас, но это даже лучше. 15 стих. Евреям 4 глава, 15 стих. Мы посмотрим на это. Другое место 14 главе Евангелия от Марка. Это 4 глава евреям. Это 14 стих. «Итак, имея Перевосвященника Великого, Прошедшего Небеса, Иисуса, Сына Божья, будем твёрдо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого Перевосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха». И он говорит, «Посему да приступаем с дерзновением престола благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мне нравится то, что сказано здесь в расширенном переводе Библии, в 15 стихе. Он говорит, «Потому что у нас не такое Перевосвящение, которое не способен понять и испытать сочувствие нашим слабостям и немощам и подверженности атакам искушения, но такое, которое был искушён во всех отношениях, как и мы, однако не согрешая». Так что я знаю, что даже хотя мои чувства были атакованы, Слово Божье и моё мышление в соответствии с этим Словом Божьим выведут меня из этого. Библия говорит, что Иисус был тронут и испытывал те же самые чувства, но Он вышел из этого. Что сказано перед этим? Сказано, «Твёрдо держитесь вашего исповедания, твёрдо держитесь того, что, как вы знаете, является верным, твёрдо держитесь того, что выход из ваших уст, твёрдо держитесь вашего образа, мышления. Пусть он согласуется со Словом Божьим». Это вопрос того, чтобы держаться того, что вы знаете является правильным, до тех пор, пока то, что вы знаете, что правильно, не произведёт то, что оно говорит, и не позволяйте рассуждению увлечь вас в сторону, что вы знаете, что правильно, это называется терпением. И в Библии сказано, что вам нужно терпение, если вы хотите увидеть, что Слово Божье исполняется. Но Он сказал, что если вы примените это, терпение выполнит свою совершенную работу. Конечно. И вы будете в полноте, не имея недостатка ни в чём. Да. Если вы будете стоять на Слове Божьем и контролировать свою ста и своё мышление, и просто стоять там и оставаться там и быть постоянным, независимо от того, что вы чувствуете, тогда вы позволяете благословению работать. Вы позволяете Божьему помазанию работать. Вы позволяете силе самого Слова Божьего работать в вашей жизни. И это называется совершенным законом свободы. Если вы исполнитель Слова, а не просто слушатель, это произойдёт. Но то, что Адам и Ева сделали в Эдамском саду из-за того, что они позволили негативным эмоциям взять власть над их жизнью, это отрезало их от благословения. Величайший грех. В действительности, грех, который был совершён в саду в тот день, был грехом того, чтобы позволить эмоциям захватить власть над их жизнью. Бог даёт нам эмоции как благословения, чтобы мы могли иметь их и наслаждаться ими в этом мире. Но Он никогда не планировал, чтобы эти эмоции брали контроль над вашей жизнью. Абсолютно верно. Давай вернёмся вот к этому. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Подождите минуту. Прежде чем вы споткнётесь об этом и продолжите спотыкаться, «Я должен тронуть Иисуса моей болью! Я должен тронуть Его этой болезнью!» Подождите минуту. Прежде чем вы прыгнете в этот плоской мир, Иисус не помазан, чтобы плакать вместе с вами. Да. Он сострадает вам. Он был там. Он знает, как вы страдаете, но Он не помазан для того, чтобы приводить в исполнение ваши раненые чувства. Да. Давайте вернёмся к 3 главе 1 стиху. Итак, братья святые, участники в небесном звании. В каком небесном звании? В 5 главе сказано, что Иисус, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречён от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы соучастники Его первосвященнического звания. А теперь 3 глава 1 стих. Участники в небесном звании? Если вы собираетесь участвовать в небесном звании, тогда уразумейте или сосредоточьте ваш разум, уразумейте посланника, того, кого Бог послал, и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа помазанного. Он помазан. Слово «исповедание» здесь буквально означает «говорит то же самое, что говорит Он». Бог не призвал и не поставил Иисуса поддерживать ваши чувства и эмоции. В Его эмоциях не больше исцеления, чем в ваших. Он человек. Он может эмоционально реагировать на вас, но он не собирается выходить за рамки своего призвания и помазания ради вас, меня или любого другого. Абсолютно. Это тогда, когда, несмотря на ваши чувства, вы говорите «Слава Богу, Он купил и заплатил за мое исцеление, и я отказываюсь вкладывать что-то иное в мои уста. Мне не важно, каковы мои чувства. Он знает, что я страдаю, но я должен дать ему что-то, с чем он будет работать». Послушайте меня внимательно. Он — Господь над болезнью немощи, но Он первосвященник исцеления. «О, я так болен! Разве ты не знаешь, что я болен? О, Иисус!» Иисус уже победил эту болезнь. Ему не нужно приходить и побеждать снова ее вас. И Он не станет. Вы взываете об исцелении, но вы исповедуете болезнь. Он — Господь над грехом, болезнью, бесами, страхом, проклятием и всем адом, но Он первосвященник над благословением, над спасением вашего духа, вашей души, вашего разума и вашего тела. Он — Господь над нищетой, но Он первосвященник над благословением вашей финансовой жизни. Поэтому вы должны приходить к Нему как первосвященнику благословения и исповедовать это с дерзновением у престола благодати и держаться за это исповедание веры. Потому что ваши уста — кран благословения. Вы должны это делать. Вы должны это делать. Это то, как вы были спасены. Да. Это единственный способ, как принимать это его первосвященничество. И приходить с дерзновением значит приходить с уверенностью, зная, что у вас есть право делать это. Крифло, приходить с дерзновением. Когда он сказал «Приступайте с дерзновением к престолу благодати», он не просил вас прийти с дерзновением к этому престолу, чтобы упасть ниц и начать плакать. Это не с дерзновением. Это даже не смиренно. Он просит вас смириться перед этим Словом Божьим и прийти и воссесть на этом престоле вместе с ним. Если вы вернетесь в послание к Ефесянам во вторую главу, то вы увидите, что мы были посажены с ним на небесах. В четвертой главе он говорит «Приди и восядь». Бог пригласил его прийти и сесть вместе с ним. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Он поворачивается и говорит «Вам, побеждающим, дам сесть со мной на престоле моем, как я сел с отцом моим на престоле его». Кто такой побеждающий? Просто откройте первое послание Иоанна. Мы посмотрим и увидим это. Это ясно записано в Библии. Но это причина, почему вы должны узнать, что написано в Библии. Посмотрите пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир? Кто должен воссесть на престоле благодати вместе с Ним? Кто, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Так что для меня падать дниц перед престолом Божьим, когда Он сказал прийти с дерзновением и воссесть с Ним, это может выглядеть как настоящее смирение, но настоящее смирение это послушание тому, что Бог сказал мне. Религия требует противоположного. Но мы говорим о Слове Божьем, а не о религии. Это идет вразрез с большинством религиозных идей. Но это то, в чем Бог заинтересован. И Иисус продемонстрировал все то, о чем ты только что говорил в Гефсиманском саду. Я имею в виду, Он продемонстрировал это. Это то, что Он сделал. Он упал ниц перед Богом. Да. Но Он не остался там. Через короткое время Он поднялся и сказал, «Пошли, время идти». Да. Он поднялся. Разве Он не молился? «Если на то есть воля твоя». Нет. Он не молился. Он сказал, Он знал волю Божью. Он был под давлением, которое вынуждало Его молиться как-то иначе. Молиться и высвободить свою веру, чтобы заставить Бога убрать это от Него. Но Он отказался делать это. Он сказал, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Знаешь, что? Давай посмотрим на это. Это совсем другое. Потому что именно это происходит, когда проявляются человеческие эмоции. И Иисус сделал что-то, чтобы показать нам в точности, что делать посреди давления. Когда такое давление приходит, что вам делать посреди этого давления? Марка, 14 глава, 33 стих. Хорошо. Мучения в Гефсимане, 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсимане, и Он сказал ученикам Своим, «Посидите здесь, пока Я помолюсь». Итак, Он молился. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать». Итак, вот давление. Это эмоционально. Я имею в виду, там было большое давление на него, верно? Да, фактически, 33 стих говорит, «И взял с собой Петра, и он начал быть в ужасе, потрясением, глубоко взволнован и подавлен». И в 34 стихе он говорит, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился. Крефло, он не у престола благодати. Нет, нет. Он молился перед Богом. Да. И заметьте, что он делал во время давления. Номер один, он пошёл вперёд. Да. Номер два, он продолжал молиться. Мы говорим о давлении на вашей жизни. И это иллюстрация. Я собираюсь идти вперёд, я собираюсь продолжать молиться. Я иду медленно, но я иду вперёд. Слёзы текут из моих глаз, но я собираюсь продолжать молиться. Заметьте, 36 стих, он говорил, «А воочи, всё возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты хочешь». Другими словами, нет эмоций. Вы не заставите меня сделать это. Нет, нет, нет. Я буду твёрдо держаться. Фрефлэ, это указывает прямо здесь, что он был искушаем в сфере своей воли. Конечно. Да. И его воля не была. Она не совпадала с волей Божьей. Он не хотел делать это, но он отказался следовать за своей собственной волей. Он вернул её обратно в волю Божью и сказал, «Я не следую за своей волей, я следую за волей моего Отца». Негативные эмоции, это эмоции, это чувства внутри, которые пытаются увести вас от воли Божьей для вашей жизни. И если вы не возьмёте власть над этими эмоциями, они предназначены, у них есть поручение заставить вас принять вашу волю и попытаться использовать её, чтобы заменить ею волю, которая есть у Бога для вашей жизни. Мы знаем из Библии, как он это сделал. Да. Сказано, что он презрел это, презрел позор, презрел отделение от своего Отца, но ради предлежавшей ему радости, как сказано в оригинале. Что он сделал? Ему пришлось перенести свой разум и свой взгляд с самого себя, со своей боли, с того, что он должен был пройти, и он посмотрел на обетование Божье. И ради предлежавшей ему радости, как сказано в оригинале, он претерпел позор, он претерпел боль, он претерпел крест, и он воссел на престоле благодати. И его отец сказал, «Хорошая работа, сын, я сделаю твоих врагов под ножием твоих ног». И дьявол... Дьявол не использовал новый трюк с Иисусом. Это был тот же самый трюк, который он проделал с Адамом. Он пришел, чтобы сделать то же самое с Иисусом. И заметьте, первое, что он сделал? Он попытался заставить его сомневаться в том, кем он был. Разве ты... Ты сын Божий? Он сделал это, верно? Да, он попытался заставить его засомневаться в его личности. Иисус знал точно, кем он был. Если ты сын Божий, он знал, что он был сыном Божьим. Не из-за чего-то, что произошло с ним до того, как он родился на земле. В Библии сказано, что он оставил все то, что у него было на небесах. Он знал это. Он знал это из 61 главы Исаия. Бог помазал меня. Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Иисус знал, кем он был, верно? Он нашел себя в Слове. Он нашел себя в Слове. И это то, что мы должны делать, как христиане. Мы должны найти себя в Слове. Мы должны знать волю Божью для наших жизней. Мы должны знать, когда эмоции... Послушайте, когда кто-то становится раненым, раненые люди хотят ранить людей. И раненые люди никогда не принимают правильное решение. Это то, о чем я говорю. Люди должны понимать, как эти негативные эмоции работают против воли Божьей для вашей жизни. Именно поэтому вы должны вернуть эти эмоции в согласии со Словом Божьим. Вы берете себя... Я делал это физически. Я хватал себя самого за ухо, а другой рукой за нос. Ставил себя на колени. И так замолчи. Прекрати это. Я так устал, я так болен. Ты знаешь лучше. Верни свои уста сюда. Слово Божье. И моя плоть просто делала со мной такое. Но в тот момент, когда Слово Божье выходило из моих уст, моя плоть сразу же успокаивалась. И эта депрессия просто убиралась прочь. Наше время подошло к концу. Мне не хочется останавливаться. И вчера, Боже мой, уже выключили камеры, но мы не могли остановиться. Мы продолжали. И так происходит, когда Слово Божье так сильно впиталось в ваш дух. Иисус сказал, «От избытка вашего сердца ваши уста начинают говорить». И когда ваши уста начинают говорить это, ваш разум начинает слышать это. И через какое-то время вы начинаете принимать твердые решения в правильном направлении. Иисус уже там. Он уже готов. Он уже сделал свою часть. Бог уже решил вопрос с грехом. Он уже решил вопрос годности или негодности. Это уже решенный вопрос. В Божьем разуме с этим нет никаких проблем. Проблема была в нашем разуме. Ну, знаете, я не знаю. Рассуждения. Логические доводы, рассуждения. Люди не принимают никаких решений, умирают молодыми. Но, Крефлы, есть люди в стране. Есть люди в мире. Бог пробудил спящего великана. Есть группа религиозных людей, которые больше не религиозны. Они рождены Богом, Иисусом. Иисус обитает в них. Это наполненные святым духом, говорящие на языках, верящие в исцеление, несущие Слово Божье в верующие. Аллилуйя. У них Библия в руках и плееры с наушниками в ушах. И они опасны для сил ада. Я горжусь тем, что я один из них, а ты... Я тоже. Слава Богу. Марка, пятая глава. Марка, пятая глава. Это то, что ты сказал тогда, прямо перед тем, как мы выключили камеру. Да, мы говорили об этих шагах. Начали со слов. И слова производят образ вашего мышления. И затем образ вашего мышления произведёт эмоции. Вчера мы говорили о том, как брать власть над этими эмоциями. Ваши эмоции произведут тип решений, которые вы принимаете. Это жизненно важно, потому что если вы, если слова и мышления и ваши эмоции не согласуются со Словом Божьим, тогда вы будете принимать решения, которые не согласуются с Словом Божьим. Вы будете принимать решения, которые, вероятно, могут... Не просто вероятно, определённо приведут вас к неправильной точке назначения в вашей жизни. Это настолько верно. Знаете, подумайте о принятии решений, постоянно основанных на деньгах. Согласно Слову Божьему, вы будете неправы в 95% случаев. А в остальных 5% вы не знаете, что вы неправы. И вы не знаете, получилось у вас, или вы ошиблись в этом. Но если вы принимаете ваше решение на основании помазания Божьего, будет ли это защищать помазание? Что мне здесь делать с помазанием? Ну, подождите минутку, брат. Мы не хотим строить пастору новый кабинет. Это будет стоить 50 тысяч долларов. Построить этот офис. А он может просто... Послушайте. Я говорил с людьми через дорогу в том небольшом баре. Там никого нет по утрам в воскресенье. И тот человек, которому он принадлежит, этот бар сказал, ну, конечно, приводите пастора сюда, мы приготовим ему кофейник с кофе и подадим хороший завтрак на его стол. И он может заниматься изучением столько, сколько захочет. Это решение, основанное на деньгах. Это глупо. Я не хочу, чтобы человек, который отвечает за мою душу и сочетает браком моих детей и проповедует по утрам воскресенья послание, которое должно приносить мне веру, я не хочу, чтобы он готовил его в том баре, и мне не важно, насколько там тихо и темно. Да, но церковный мир называет это хорошим распорядительством. Нет, это не хорошее распорядительство. Это вовсе не распорядительство. Распорядительство — это не дешевое управление. Крефло, я однажды записывал музыкальный альбом, и там был один гитарист. И я сказал, ребята, мы можем сыграть это лучше, нам нужно сделать еще один дубль. А тот гитарист сказал, а для Евангелия сойдет. О, Боже мой. Для Евангелия это не сойдет. Я хотел скормить ему ту гитару, и Господь сказал, нет, 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 просто помолчи, успокойся. Если ты хочешь попросить его уйти, хорошо, но не надо его бить перед тем, как он уйдет. Просто успокойся. Ты просто оказываешься в его мире. Просто успокойся. Для Евангелия ничего не сойдет. Нет ничего, что сошло бы для Евангелия. На этой земле не хватит золота, чтобы это сошло для крови Иисуса. Если вы начинаете думать, подождите минутку, как мы можем защитить его помазание? Как мы можем... Как я могу оградить этого мужа Божьего? Эту жену Божью? Что я могу сделать? Как я могу давать? Как я могу участвовать в этом? Бог, помоги мне. Он проповедует моей семье. Наполни его твоим словом. Теперь, даже когда я совершаю ошибку, я в том месте, где Бог может исправить меня, верно? Мои решения должны основываться на Божьем пути, Божьем слове, Божьем помазании, Божьем образе действия, а не на моих чувствах. Вы не можете принимать эмоциональное решение и планировать быть успешными? Нет, вы не можете. Решение. Что на самом деле происходит, когда я принимаю решение? И вот почему в данный момент это так важно. Решение, как только оно принято, откроет дверь для того, чтобы это было реальностью в вашей жизни. Ты делал это, когда строил то здание для своей церкви. Я наблюдал, как вы, Стефи, делаете это. Я наблюдал, как вы оказались в таком месте, когда вы закончили это, а на здании церкви даже не было крыши. В другое время просто все закончилось. Но вы не убегали и не пытались вычислить, как сделать это. Вся церковь просто сфокусировалась на этом перед Богом. Я наблюдал, как ты делаешь это. И я наблюдал, как Бог дал крышу для этого места и обеспечил кресло для здания и все остальное. И когда я вошел в тот зал в первый раз, он не был еще полностью завершен, там по-прежнему шли работы. Я вошел туда в первый раз, и первое, что произошло, я захотел начать пророчествовать. И я сделал это. Я начал ходить там и пророчествовать. Почему? Место было полно Духа Божьего. Оно было готово для того, чтобы проповедовать Слово Божье в нем. Почему? Решение, основанное на Слове Божьем, построили это здание. Да. И вы должны понимать основания. Ваше основание — это Слово Божье или эмоции, или что-то, что вы слышите по телевизору, или что-то, что ваш дядя или родственник сказал вам. Вы должны понимать. Когда вы принимаете решение, оно основано на чем-то. Оно основано на чем-то. Да. Каждое решение, которое вы принимаете, основано. Некоторые люди думают, «Ну, я не знаю, почему я принял это решение». Нет, оно основано на чем-то. И вот что мы говорим. Убедитесь, что оно основано на Божьем Слове. Когда мы приняли решение родиться свыше, небеса продемонстрировали свою любовь к нам. Его любовь к нам поддержала нас. Никто не смог остановить моё решение, когда я принял решение родиться свыше. Знаешь, это истина. Весь ад. Весь ад не мог помешать этому произойти. Небеса поддержали меня. И это то, что у вас есть, когда вы принимаете решение, основанное на Слове, на Слове Божьем. У вас есть поддержка небес. Бог поддерживает вас. Святой Дух поддерживает вас. Кровь поддерживает вас. Благословение поддерживает вас. Когда вы принимаете решение в согласии со Словом Божьим. Но когда вы не принимаете решение в согласии с Божьим Словом, решение жениться на ком-то или решение устроиться на работу, вы принимаете решение устроиться на работу, потому что они предлагают вам на копейку больше, чем вы зарабатываете прямо сейчас. И вы не принимаете решения, основанные на Божьем Слове. Эти решения теперь будут вести вас к действиям. И вы обнаружите себя поступающим на основании этих решений. В Библии сказано, что Он взвешивает наши действия. Что вы делаете? Всё, что вы делаете, у вас будет потенциал стать совершенным в этом. Если вы смотрите порнографию, вы можете стать совершенным зрителем порнографии. И это убьёт вас. И это убьёт вас. Такова важность этого. Это приведёт вас к вещам, которые вам были противны, и вы никогда не задумывались о том, чтобы делать это. И именно так появляются убийцы детей. И они не были настолько глупыми, когда занялись этим. Да. Но какое решение они приняли? И они не начали с середины, они начали с самого начала. Да. Грех всегда такой, верно? Да. И происходит вот что. Когда вы начинаете это действие, вы теперь работаете над сознанием привычки. Да, да. Эта привычка будет формировать вас. И когда привычка сформировала вас, это ваш характер. Ваш характер становится тем, что люди ожидают от вас. Из-за ваших поступков и ваших привычек ваш характер становится местом, где всё заканчивается. Вы либо будете человеком очарования, и вам придётся развешивать огоньки и всё такое, чтобы совершить что-то в вашей жизни, либо вы будете человеком характера, если вы делаете это из Слова Божьего. Когда вы идёте, чтобы быть благословением, вы идёте, чтобы быть каналом, через который Бог может изливать своё благословение через вас, чтобы коснуться чьей-то жизни. Делать то, что правильно, потому что это правильно, и затем делать это правильно. Делать это правильно с первого раза. Вы не делаете это, если это решение не основано на слове. Совершенно верно. И скажу тебе ещё кое-что, Крефла. Это происходит из-за следующего. Кто-то приходит ко мне и начинает говорить мне о тебе. Возможно, я не видел тебя месяц. Но он не может сказать мне что-то о тебе, что противоречит твоему характеру. Я знаю тебя. Я знаю, что ты такой не только передо мной. Потому что я знаю, что такой характер требует, чтобы ты был таким же, когда нет никого, кроме тебя и Бога. И поэтому я уверен в тебе. Я уверен в Боге. И то, что люди с характером развивают из Слова Божьего. Вы не можете сделать это никак иначе. Когда мистер Хакоби был губернатором штата Арканзас, он написал книгу, и мы принимали его на нашей передаче несколько раз. И речь шла о том, что всё дело в характере. Это не просто дело. Это главное дело, потому что вы должны, как ты сказал, основывать эти решения на чём-то. И характер — это то, какой вы, когда никто не смотрит, когда вас никто не видит. Это то, что формирует ваши привычки. Это то, что заставляет вас быть и делать определённые вещи таким образом, каким вы их делаете. А очарование — это то, кем вы не являетесь, когда никто не смотрит. И это то, кем вы становитесь перед людьми. Скажи это ещё раз. Очарование. Очарование. Очаровательность — это то, кем вы не являетесь перед людьми. Другое слово для этого. Мошенничество. Да. И вы становитесь таким, когда люди появляются рядом с вами. И... Я понимаю. Да. Человек с очарованием. Да. Человек с очарованием становится тем, кем ему нужно быть в данное время, чтобы выполнить свои эгоистические цели. Но человек с характером таков, каков он есть всё время, потому что он идёт, чтобы благословить кого-то, кроме себя самого. Невозможно сделать это без Божьего слова. Это никак невозможно сделать без Божьего слова. И происходит вот что. Эти действия из-за этого решения созидают эти привычки. Эти привычки, как только вы погружаетесь в эти привычки, вы начинаете смотреть на поведение, которое вызывает зависимость. Вы начинаете смотреть на распущенность. И вы не можете остановиться. И вы пытаетесь остановиться. И последний раз становится ещё одним последним разумом. И вы пытаетесь понять, что происходит. И дьявол действительно начинает работать с вашим разумом. И твердыни создаются в вашем разуме. У меня проблемы, я над ней работаю. Вы работаете над ней. Вы работаете над ней. И вы работаете над тем, чтобы винить всех остальных за проблему, которую у вас есть. Но характер... Слово Божье остановит это, верно? Оно остановит всё. Слава Богу. Но характер, который у вас есть, вы не можете пойти. Вы не можете, и вы не пойдёте дальше, чем уровень вашего характера. Кто-то говорит, «Я был в банке, и они дали мне на 50 долларов больше, чем я ожидал». Хвала Господу. «Богатство нечестивых пришло ко мне, слава Богу». Это совсем не то. Это не от Бога. Богу не нужно использовать такого рода обман, чтобы благословить вас. Но человек с характером скажет, «Смотрите, мадам, вы дали мне на 50 долларов больше, чем должны были, и я хочу вернуть это назад». И она будет стоять там, шокированная. Я не могу поверить, что вы вернули это. Ну, я человек характера. И я понимаю, что мой характер принесёт мне пользу в будущем, когда это согласуется со Словом Божьим. В следующий раз, когда вы придёте туда, она скажет, «Видите того человека вон там, гарантирую вам, что в нём что-то есть, потому что...» И она расскажет всю историю. «Все в банке будут знать это через два дня». И это важно, потому что теперь это приводит нас к точке назначения. Мы начали с разговора о точке назначения благословения. Точка назначения благословения. Мы направляемся куда-то. Да, мы направляемся куда-то. И теперь вы говорите, «Ну, я не понимаю, почему я не благословлён?» Или «Я не понимаю, почему мне не прибавили зарплату?» «Почему возрастания не работают в моей жизни?» Знаете что? Мы потратили две недели, чтобы подготовить вас, чтобы вы могли собрать понимание, что ничто не происходит просто так. Вы не находитесь там, где вы есть в вашей жизни. Совсем без причины. Хорошая новость в том, что если вам не нравится точка назначения, в которой вы сейчас находитесь, теперь вы знаете, благодаря этим двум неделям передач, как изменить это. Вы не застряли. Вы не пленник на всю вашу жизнь. Вы можете выбраться из этой ситуации, в которой вы находитесь, прямо сейчас. Благословение по-прежнему доступно всякому. Но если вы придёте к этому, и это практические вещи о вас, вашей жизни, то, о чём вы знаете, то, с чем вы сами разбираетесь. Часто мы так заняты поиском врага, а он внутри нас. Это мы сами. Внутри нас. Это потрясающе. И вам нужно действительно проверить себя и сказать, «Минутку, есть некоторые поправки, которые я должен внести в мою жизнь». Я скажу вам, главной поправкой будет то, на чём вы стоите. Что является окончательным авторитетом для вас? Во что вы верите? Что вы говорите? В чём вы проводите большую часть вашего времени? Потому что это определит и укажет вам причины, почему вы там, где вы находитесь в вашей жизни. Завет Божий и Завет Благословения готовы дать вам умножение. В этот Завет он включил. Он сказал, «Я благословлю тебя изобильным ростом благоволения». Кто-то говорит, «Ну, я не вижу, откуда я получу деньги, чтобы сделать это». Для некоторых вещей Бог просто отдаст вам благоволение, прежде чем придут деньги. И Бог говорит, «Я хочу умножить эти благоволения в вашей жизни». И я верю, что мы именно там, мы в том месте прямо сейчас, где Бог расширил свои благословения, умножил их. Есть место роста в том, что касается благословения. И в этом есть такая серьёзность небес, чтобы сказать, «Я должен доставить это тебе». Это почти то же, что было у Давида, когда он ходил в том месте, говоря, «Есть ли кто-нибудь, есть ли кто-то где-то, кому я могу проявить свою любовь, чтобы исполнить мой Завет?» И они нашли Мемфифосфея, который жил ниже уровня своих привилегий. Да, этого бедного парня. И я слышу, как небеса говорят это нам. В Библии сказано то же самое. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне предано Ему». Это взаимоотношения Завета. «Позвольте мне и вить мою силу». Почему же он просто не сделает это? Почему бы вам не прийти в это и не занять положение, чтобы принимать это? Да. Он ищет людей Завета. Он ищет кого-то, кто ожидает от него, кого-то, кто потребует от него, кого-то, кто говорит, «Я знаю мой Завет, я знаю, что Бог должен исцелить меня». Это звучит странно. Должен? Да. Когда вы знаете ваш Завет. Он сказал это. Это то, что он сказал. Это то, что он сказал. Во второй книге «Параллипоминон», когда они молились этой молитвой, Иосафат находился под атакой. И они молились. И они упоминали Авраама как друга Божьего. Вот что они сказали. Они сказали, «Ты услышишь, и ты поможешь». Кто-то говорит, «Ну, так с Богом не говорят». Люди Завета говорят, «Я не грублю». Когда я говорю это, «Я не грублю. Я прихожу перед Богом, и я говорю, «Это то, что ты уже хотел сделать». Я говорю тебе, «Я знаю это». Я говорю тебе, «Я в Завете с тобой». Я говорю тебе, «Я не прихожу к тебе как какой-то духовный трус. Я знаю мои права в этом Завете». И небеса, и ангелы, все готовы. И это то, что я ощущаю прямо сейчас. Это как Божьи ангелы, как эстафета. И они на старте, и готовы. Наготовы. Вот где они. Они готовы. Они готовы. И некоторые из них, в жизнях некоторых людей были наготовы всё время. Они готовы действовать. Они готовы делать самые потрясающие проявления, которые когда-либо видела эта Земля. И это прямо сейчас, сегодня, в нашем поколении, если мы ухватимся за предлежащую нам надежду. Крефла, мы избранное поколение. Да. Нам всем объясняли это последние 50 лет. В действительности, столь со времён пробуждения на Азуза-стрит. И вот мы в последнее время, мы поколение проявления благословений последнего времени. Мы были избраны для этого времени и для этого часа. Мы не ждём Бога. Это Он нас ждал всё это время. Чтобы мы погрузились в Его Слово. Изменили наш образ мышления. Да. Изменили то, как мы говорим. Изменили наш разум. Наши поступки. И приняли решение на основании того, что Он сказал. И тогда Он сможет явить себя сильным Богом. Брат Коплан, мы не подведём нашего Бога. Мы не подведём. Мы не бросим Божий Завет. И мы никуда не уйдём. Ты ещё молодой. Мы не уйдём, пока мы не закончим. Потому что ты не оставишь меня одного делать это. Мы не уйдём. Есть другие. Кого мы знаем и с кем связаны. Мы не подведём их. Но смотрите. 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 Что вот-вот произойдёт. Смотрите и замечайте то, что на горизонте. Заметьте, что Бог делает прямо сейчас. Да. И будет великий крик победы по всей стране. Потому что благословение распространилось повсюду. Оно распространилось прежде всего в мире Духа. Теперь это готово просочиться в физический мир. И когда люди, которые не знают Бога, видят это, они не поймут это, они сразу же подумают, что что-то неправильно. Они сразу же подумают, что кто-то что-то украл. Даже Иисус, на жизни которого было благословение, у Него было достаточно денег, чтобы позаботиться обо всём своём служении. И там был вор. Ничто не остановит переливание через край силы Божьей в эти последние дни. Абсолютно верно. Да. Где вы собираетесь быть? Каков пункт конечного назначения в вашей жизни? Да. Неважно, если вы никогда не делали Иисуса Господом в вашей жизни, вы можете сделать это прямо сейчас. Просто скажите, Иисус, войди в моё сердце. Ты уже запланировал это для меня. Я принимаю это. Я раскаиваюсь в прошлом. О, но вы не знаете, каким человеком я был. Библия говорит, что Иисус умер за нечестивых. И вы, и я соответствуем этим критериям. Да. Так что забудьте об этом. Отложите прошлое и просто бегите в тронный зал Бога и скажите, «Спасибо тебе, Отец! Я дома!» Аллилуйя! Я дома! Да, аминь! Аллилуйя! Благословен Господь! Тот блудный сын убежал, и он пошёл, делал разные глупости, проиграл и промотал всё наследство и потерял всё, что у него было и оказался в свином загоне. Да, да. Для того еврейского парня быть в свином загоне это тяжёлое место. Но он сказал, «Нет, я иду домой. Моего отца слуги живут лучше, чем это место». Он поднялся и направился домой. Он решил своим разуме и сказал, «Когда я приду домой, я скажу моему отцу, я не достоин быть твоим сыном, я просто буду слугой» и так далее, и так далее, и так далее. А его отец побежал ему навстречу, знаете, встретить этого воняющего свиньями. И обнял его и поцеловал его. Он не сказал, «О, фу, парень, иди, помойся». Нет, он схватил его, обнял его. И тот парень начал свою маленькую речь и сказал, «О, отец, знаешь, я согрешил против тебя, я был таким и этаким, и я такой недостойный». И прежде чем он смог сказать, «Я просто буду твоим слугой», его отец схватил его и сказал, «Закалите Тельца Завета, оденьте кольцо на его палец. Мой сын вернулся». Отец не искал слуг, у него уже были слуги, он искал сыновей. У Бога небеса полны ангелов. У него есть слуги повсюду, но он ищет сыновей. Он ищет тебя, сын. И вы просто бегите туда к нему, слава Богу, и говорите, «Я здесь, большое тебе спасибо». И он говорит, «Входи, стол накрыт». Стол накрыт. Где пир Господень течет через край. В присутствии ваших врагов. Да. Не на небесах. Прямо перед лицом самого дьявола. Вы можете проходить через долину смертной тени и не бояться никакого зла, потому что ваш Отец Небесный самый великий в той долине. Аллилуйя Иисусу. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Всю эту неделю мы проповедовали. Мы учили вас определенным вещам из Слова Божьего. И ваш дух полон этого. Ваш разум полон этого. Но есть что-то, что должно произойти, чтобы привести это в действие, чтобы это стало вашим. И он описал это прямо здесь. Наставляемый словом «делись» или «отвечай на это учение». Отвечай этому учителю. Как вы отвечаете учителю? Вы делаете то, что он говорит. У меня был летный инструктор. У меня был инструктор по горным лыжам. Любой может наставлять меня в том, чтобы делать что-то, что я не знаю, как делать. И что я делаю? Я пытаюсь поступать так, как поступает он. Если я не пытаюсь, ну, я не хочу пытаться поступать, как он, я не смогу так выглядеть. Нет, вы не можете. Вы можете просто сдаться. С вами покончено. Но когда он говорит вам, вы реагируете на это, вы поступаете согласно этому. Как? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы сеете в недостойность, если вы сеете в вашу плоть, если вы сеете в религию, и вы отвергаете то, чему наставляющий научил вас, тогда вы из этого пожнете разрушение. Но если вы сеете ваш дух, я сею в мой дух, мой дух полон слова веры о том, как ходить в этих вещах. Он полон того, чему брат Крефла и брат Коплант научили меня через Духа Святого и через Слово Божие на этой неделе. Теперь я собираюсь ответить, поступив согласно этому, и я называю это семя, за которое я молюсь сегодня, семенем благословения. Это семя, которое я высвобождаю, чтобы привести в действие то, что было посеяно в меня. И вы пожнете от Духа жизнь. На греческом «зоэ» это жизнь Божья, которую вы высвобождаете из вашего Духа. И тогда жизнь Божья начинает работать над этим. Вы не просто сидите за столом, вы едите это сейчас, питаетесь этим. Вы перевариваете это в вашем Духе. И это производит веру. И это влияет на вашу волю, и ваши эмоции, и решения изменяются. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования не пересылаются в США. Они остаются в вашем регионе, чтобы приносить вам передачи на постоянной основе. Слава Богу. Бог, мы высвобождаем благословение. Иисус, мы высвобождаем благословение в жизнь наших партнеров по всему миру. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Будьте частью хорошей церкви. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то вся информация сейчас на вашем экране. Спасибо, Крефло. Пусть Бог благословит тебя, брат. Спасибо тебе. Моя любовь Тефи и всей семье. Конечно. До встречи на следующей неделе. И помните, Иисус Господь.